Мы снова с вами видим эти великолепные полотна Васнецова. Кроме того, мы сюда вписали, органично вписали и работы Нестерова, как одного из последователей творчества Васнецова, работавшего с ним долгое время. И действительно, как сам Нестеров писал, что он испытывал в первые годы, первые десятилетия своей работы в области монументальной живописи испытывал влияние Васнецова. Поэтому вы можете насладиться как раз работами двух величайших русских художников. Но и это не самое главное. Главное, что мы в результате с вами можем увидеть полностью всего Васнецова. И одна работа у нас осталась на нашей экспозиции. Это «Куликовская битва». Поэтому, чтобы представить себе полноту творчества Васнецова, представленную в нашей музейной коллекции, вы можете спуститься еще и на нашу экспозицию. Есть еще такой маленький козырь у нас. Да, у нас нет бутырей. Но мы специализируемся как раз на абсолютно другом. на том, что составляет основу творчества самого Васнецова. Это его монументальная живопись. Именно она сделала Васнецовым тем Васнецовым, которым мы сегодня знаем и которым мы гордимся. Мне бы хотелось вас поздравить с тем, что мы многое сегодня с вами можем пересмотреть в рамках уже современного взгляда на современную религиозную живопись. Мы с вами многое знаем, многое умеем, многое современности мы можем оценить и посмотреть, насколько взгляд Васнецова, существовавшего на рубеже веков, именно вот того времени, вот той спорной эпохи и современной, тоже не менее спорной эпохи, не менее сложной для историка, не менее сложной для художника, искусствоведа и так далее. И вот возможность вернуться в то время, это тоже нам дает эта выставка. Это тоже довольно любопытный для нас момент. Ну и поздравляю Вас с тем, что мы наконец смогли многое выставить впервые. Это тоже чрезвычайно важно. И книжная графика, и впервые экспонируемое наше летопание. Опять-таки, очень новый экспонат для многих из Вас вообще по технике, что это такое за зверь, как его едят. Вот в той витрине, пожалуйста, можно полюбоваться. Мы выставили нашу впервые тоже экспонируемую шитую икону с образом спаса нерукотворного. Опять-таки, еще один взгляд на те образы, которые дает нам Васнецов. Мы с вами привыкли видеть вот именно этот образ Васнецова спаса в Тверновом венце. Оказывается, Васнецов писал и обычного, традиционного, православного спаса. И вот вы можете это тоже здесь увидеть. То есть вот расширить во многом свое представление о работах этих художников. Мы представили эскизы последователей Васнецова, тех, кто копировал, тех, кто использовал влияние. И это тоже вот в этой части экспозиции вы можете посмотреть. Они снабжены и отдельными подписями, и отдельным тикетажем. Я не буду на этом останавливаться. Это тоже довольно любопытный момент. Посмотрите. И я Вас поздравляю с тем, что мы с Вами можем сегодня это увидеть. На протяжении двух месяцев этим любоваться. Это будет нас всех радовать. Субтитры создавал DimaTorzok